Оргазм 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 что когда в молодости возникает желание вступить в половые отношения, вот самые молодые подростки, у них, значит, это процесс познания, первая фаза это опознание, то есть попробовать. Когда попробовали, пошел, значит, этап количества, и многих мужчин, и женщин, кстати, тоже, значит, количество, вот качество здесь роль не играет, вот количество. Потом, значит, идет определенный этап, это этап качества. Здесь уже начинают как бы испробоваться там позы, или там, скажем, улучшение вот этих, значит, отношений какие-то, ну, как бы уже не важно, как много, но главное, чтобы уже было больше удовольствия, качества. И вот, значит, последняя фаза, скажем, там стабильности, то есть не так важно качество и количество, как вот еще какая-то там связь на духовном уровне, или, скажем, на уровне общения. Ну, уже там, значит, последняя фаза, фаза утихает, значит, и когда сексуальная жизнь уже не так играет важную роль, как именно понимание там и другие виды отношений. Естественно, что у каждого человека по-разному, это не является как бы классификацией отношений, или этих этапов отношений, то есть у одних количественная фаза может быть всю жизнь, у других качественная фаза, а у третьих вообще нет желания заниматься сексом. Но почему я привела это? Потому что вот как раз молодые люди, они часто думают, у них было столько партнера, они там перепробовали столько всего, но вот, когда вот приходит уже момент стабильных отношений с кем-то, уже более продолжительных отношений, вот здесь наружу выходят такие как бы жалобы, что моя партнерша там не получает удовлетворения, она сказала, что она не испытывает оргазм, не могу ее завести. Или там женщина жалуется, что типа вот у него были мужчины, мне были мужчины, а у нас я не получаю удовлетворения. Почему? То есть вся проблема как раз в том, что количество не определяет именно вот это качество, не определяет именно качество сексуальных отношений и требует обучения. Обучение не просто техники секса. Секс это как искусство, а тоже искусство, искусство построения отношений. Кстати, в американцу есть два интересных выражения. Есть выражение to have sex, то есть иметь секс. И он не подразумевает, скажем, какие-то более тесные контакты с партнером, то есть это как бы чисто техническое. И есть выражение to make love, то есть делать любовь. И вот to make love, оно как бы более имеет такую духовную сторону, где-то внутреннюю. Хотя, конечно, для большинства разницы нет, возможно. Вот это, просто я привела такие примеры. Опыт, он проявляется тем, что как раз мужчина знает многое о женщине, а женщина знает о мужчине. Не обязательно, чтобы мужчина знал многое о многих женщинах. То есть не нужно проецировать, скажем, отношения с другими партнерами на отношения с этим партнером. Это очень важно понимать. Не нужно ждать, что было, скажем, в предыдущих отношениях или с другими женщинами, или с мужчинами, в отношения с каким-то конкретным партнером. Поэтому для улучшения, для гармонизации сексуальных отношений, и особенно для получения оргазма женщины, важно, чтобы ее партнер ее чувствовал, ее понимал, что ей нравится, что не нравится. Это все должно обсуждаться, или, по крайней мере, оно как-то должно проявляться. То есть оба партнера должны быть наблюдательны. Иногда такие вот желания, хотения, что нравится, что не нравится, могут быть довольно-таки абсурдными. Вы слышали, что некоторые партнеры любят, чтобы переодеваться в какую-то сексуальную одежду, или просто какие-то костюмы. Это нормально. То есть сексуальная пара выбирает сама, что им нравится, что их заводит. Романтические там вечера, или, скажем, определенные условия. Значит, вот с этого как раз начать нужно с изучения вот таких участков тела, эрогенной зон, и как их легко возбудить, чем их легко возбудить. Некоторые советуют просмотр порнографических картинок вместе, но если это помогает, почему нет? Вот, или там эротических картинок, эротических фильмов. Многие пары это заводят. Вот, и есть множество вариантов, которые пара может подобрать и разнообразить свои отношения, и улучшить вот такие отношения. Что важно понимать женщине, что она не должна зацикливаться внутренне на мышление. Женщинам свойственно слишком много думать, конечно, слишком много болтать. Вот, и чем меньше женщина начинает думать во время половых отношений, тем лучше. Вот, и лучше сосредоточиться на чувствах, то есть что ты ощущаешь, нравится, не нравится. Если, очень важно, если, скажем, мужчина делает что-то приятное, женщина должна как бы направлять его движение на это приятное, потому что мужчина может и не догадаться. Но вот ждать, что мужчина догадается погладить там или поцеловать, то этого не нужно делать. Это или сказать, или так повести себя, чтобы получить то, что ты хочешь. Опять же, это искусство, это построение вот таких гармоничных отношений. И когда вот, фактически, когда вот достигается возбуждение, когда женщина говорит, вот стимулирует мне клитор, да, потом, значит, вводит половой член во влакалище, и ничего не получается. То есть все это. Значит, есть методика самая простая. Вот дна стимуляции, дна, вот как раз в процессе стимуляции клитора, когда идет уже возбуждение, когда уже женщина готова, сама хочет вести половой член. Вот, значит, продолжать эту стимуляцию, ничего страшного. И при фрикциях есть руки. Есть две руки у одного, две руки у другого. Кто-то может выделить одну руку и стимулировать клитор. Да. Почему нет? Пусть это будет женщина, пусть это будет мужчина. Но, когда эта гармония, значит, есть, то практически сама же женщина поймет, что оргазм можно получить и с половым членом во влакалище. И когда она получит, она поймет, что особой разницы даже нет. То есть на самом деле особой разницы в оргазме получим он с помощью стимуляции клитора, или сначала стимуляции клитора, потом введение, значит, полового члена, или без всякой стимуляции клитора. Если оргазм получается, он практически одинаков. Просто женщина не понимает, что оргазм может быть слабым, он может быть сильным. Зависит от очень многих обстоятельств. Сегодня у нее слабый, завтра у нее сильный. Это как настроение. Понимаете? И поэтому не нужно тоже зацикливаться, что вот сегодня оргазм был хороший, такой прямо, что хоть на стенку лезть, а вчера он был такой слабенький, так еле-еле. Ну, это же нормально, это нормально. Главное, что он был. И не нужно из этого делать трагедию. Значит, нужно просто устранить факторы. Может, вы просто были слишком уставшие. Может, наоборот, вы там выпили немножко вина, у вас другая чувствительность. Может, вам купили новое платье, и вы были такая вся счастливая у ажиотажа. Но всякое может быть. От техники секса, от умения проведения вот этой техники секса, как раз и зависит то, получите вы удовольствие или нет, получите удовлетворение или нет. И обучить это виртуально или с помощью книг, без вашего практического участия, то есть без ваших экспериментов друг к другу, это невозможно. Я могу только подсказывать, скажем, в своих статьях или книгах какие-то идеи. Могу просто объяснять это с научной точки зрения. Но у каждого человека это все настолько индивидуально, особенно у семейной пары. То есть, что самое интересное, что один человек – это одно, другой человек – это другое. А когда происходят половые отношения, то есть, когда есть вот эта сексуальная активность, это уже третий мир. Это как бы уже совершенно третий. И вот здесь важно найти общее, найти то, что вносит очень большое удовлетворение, удовольствие приносит. И без постоянного практического поиска, без узнавания себя, узнавания своего партнера, это невозможно сделать. И это очень важно помнить. На этом мы заканчиваем сегодня эту тему, наш разговор, и мы продолжим в следующий раз. Всего хорошего, до свидания.